Май 1982 года. Афганистан. В Паншерском ущелье готовится крупная войсковая операция против группировки Ахмад Шаха Масуда, насчитывающей более 20 тысяч человек. Командиру 103-й воздушно-десантной дивизии, генерал-майору Слюсарю, ставится задача десантировать дивизию на три площадки в самом дальнем конце ущелья. Я облетел этот район, и я не увидел там ни одной площадки, кроме только лишь одной. Такой песчаный плес, где-то площадью примерно 600 на 300 метров. А дальше там ущелье, где даже винты вертолета не проворачиваются. Я когда прилетел, доложил командующему 40-й армии. Да нет, тут летчикам доложили, вот карты все. Я тогда не понимаю летчиков. Что они, самоубийцы, что ли? Ну и выхода нет, решение принято. Слюсарь понимает, что потеряет много людей, выполняя этот приказ. Поэтому он с нетерпением ожидает прибытия генерала Максимова, руководящего всей операцией. Только он может отменить приказ командующего 40-й армии. Альберт Евдокимович Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в Амурской области. В детстве Альберт никогда не думал связать свою жизнь с армией. У нас дом рядом стоял с почтой иотом. Зимой на санях почту разводят, по деревням, по ближайшим летам, на таратайках, на телегах. Мне очень нравилось. Думаю, школу закончу, если я с армией приду, буду почтальоном. Ну, получилось не так, как хотел. В 1958 году, после окончания школы, Альберта призывают в армию и направляют в дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 1962, после его окончания, лейтенант Слюсарь связывает свою жизнь с воздушно-десантными войсками. Уже в феврале 1966-го молодой офицер получает свою первую награду – Орден Красной Звезды. В 1969-м его направляют на учебу в Академию имени Фрунзе. Мне Академия Фрунзе досталась очень тяжело в учебу, потому что трое детей, маленьких, на руках, вонят эти, только по годику, старшая дочь, там, 4 года. Но, несмотря на сложности, через 3 года Альберт успешно заканчивает Академию. После этого он служит в Псковской воздушно-десантной дивизии, проходит путь от командира батальона до командира дивизии. Осенью 80-го на учениях в ГДР дивизия получает самую высокую оценку командования. В мае 81-го года Слюсарь участвует в совещании руководящего состава воздушно-десантных войск в Москве. Командующий ВДВ генерал Сухоруков объявляет, что на должность командира 103-й воздушно-десантной дивизии в Афганистане назначается генерал Ачалов. После совещания Слюсарь возвращается к себе в часть. Утром я доложил командующему о прибытии, о том, что дивизии все нормально, и приступил к обязанностям. А где-то часа через полтора командующий опять снова звонит мне. Как, Альберт Ведович, дела? Я что-то не понял, только буквально час назад доложил, что все нормально. Ну вот тут, имея в виду, решение в верхах принято о том, что не Ачалов поедет, а поедешь ты в Афганистан. Как настоящий военный, Слюсарь с готовностью воспринимает новое назначение. 21 сентября 1981 года Камдив прилетает в Кабул. Уже через полтора месяца он проводит свою первую боевую операцию в окрестностях Кабула. В ходе боев дивизия теряет убитыми два человека. Еще двое офицеров получают тяжелые ранения. Слюсарь делает все возможное, чтобы в будущем свести потери среди десантников к минимуму. Для этого он вырабатывает особую тактику. Первое, это должны быть люди подготовлены для ведения боевых действий. Это и умение перемещаться, умение передвигаться, умение ориентироваться в обстановке. То есть они должны быть подготовлены к бою действий. Это обычно боевая подготовка в мирное время. Это главное. Второе, непосредственно в бою, конечно, нужно каждому командиру действовать разумно. Не просто вот на пролом куда-то лезть, а действовать разумно. Именно поэтому в мае 82-го Слюсарь так упорно доказывает генералу Максимову ошибочность десантирования на три площадки в Паншерском ущелье. Я не согласен с этим решением, которое принято. Это самоубийство называют, а потом спрос будет с меня, если я останусь живым. Почему ты, как специалист десантики, не мог это обосновать или не мог предотвратить это дело? Максимов ничего не отвечает, оставляя время на более тщательное обдумывание. К концу дня он разрешает десантироваться только на две площадки. 16 мая десантники высаживаются на первую площадку, ту самую намеченную Слюсарем. Утром следующего дня предстоит десантирование на вторую. Я ночью доложил о соседании дивизии в готовности десантироваться в заданный район. Генерал Максимову говоришь, все, давай десантируйся, как ты принял решение, на одну площадку. И вот мы на одну площадку накануне уже Кузнецов захватил эту площадку, уже все обеспечил нам десантирование главной силы дивизии. Так, благодаря упорству и настойчивости Альберта Евдокимовича Слюсаря, были сохранены жизни десятков десантников. Впоследствии эта операция была признана одной из самых удачных за время всей войны в Афганистане. За ее проведение комдив был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за штабной неразберихи был награжден Орденом Ленина. Осенью 1983 года в районе Кули-Сафи сосредоточились около трех тысяч душманов. Через горные тропы из Пакистана они получают большое количество оружия, которое расползается по всей стране. Слюсарь разрабатывает план ликвидации бандитской базы. 29 сентября операция начинается. И уже буквально третьи сутки уже начали захватывать эти объекты, докладывали о том, что несчисленное количество боеприпасов, мин различного характера и так далее, так далее. За все время пребывания советских войск в Афганистане не было захвачено такого огромного количества трофеев. В газете «Красная звезда» появляется заметка – конец бандитского логова. А в расположение наших десантников подбрасываются листовки. Выбросили листовки, значит, командир дивизии слез, значит, голову, и 500 тысяч долларов за голову. Это было так. А и потом, значит, службы афганские приехали мне, я, к сожалению, не сохранил ее. 15 ноября 1983 года Альберт Евдокимович Слюсарь становится героем Советского Союза. Золотую звезду в Москве ему вручает маршал Соколов. К этому времени подходит к концу срок командировки генерала. В сентябре пришел, ну, два года пройдет, в сентябре уйду. Как солдат отмечал, значит, все эти дни. И тут нет, да нет, нет, да нет. И всего-то одна за другой операцией. И так протянулось до марта месяца. Только 27 марта 1984 года Слюсарь возвращается на родину. Он пробыл в Афганистане более двух с половиной лет и провел более 40 крупных операций. В каждой из них комдив не только осуществлял руководство войсками, но и лично участвовал в боевых действиях. Именно благодаря ему потери дивизии были минимальными. Я пытался всегда как-то быть где-то ближе к боевым порядкам и знать, видеть не просто по радио, знать, по докладам командиров частей, командиров отдельных действий подразделений, а хотел видеть сам своими глазами, если читаться, особенно там, где складывалась сложная обстановка. После возвращения из Афганистана Слюсарю предлагают на выбор несколько командных должностей. Но генерал просит назначить его начальником Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Здесь он вводит ряд новых приемов обучения курсантов, чтобы максимально передать им накопленный афганский опыт. Четвертый курс десантировать с Рязани в Кералбат. Здесь вот сажаем самолеты парашютным способом, прилетаем в Кералбат, летим на различных высотах, на профиле полета, и три с половиной часа. Это давало курсантам знать, что это такое. Три с половиной часа находиться в воздухе, и затем десантировать совершенно незнакомый район, незнакомая местность, и там выполнять боевые задачи. Там две недели отзанимались, это все приближено к Афганистану, все приближено к боевым действиям. В ноябре 95-го генерал-лейтенант Слюсарь увольняется в запас. В это время набирают обороты война в Чечне, в которой участвуют его вчерашние курсанты. Многие из них погибают, до конца выполнив свой воинский долг. Я понял, что, а как же семьи, а как же родители, а как же жены, если у кого-то. И дошло до меня, что нужно их как-то взять в свои руки, как-то их поддержать. И вот мы создали вот этот наш союз ветеранов боевых действий локальных войн. С помощью Слюсаря многие семьи погибших получили материальную поддержку. В Рязани появился памятник погибшим десантникам. Но генерал не остановился на достигнутом. Он начинает помогать героям Советского Союза и России, живущим на Рязанской земле. Создали фонд поддержки героевых. Это вот помещение, в конце концов, выбили. И мы сейчас вот... Первая встреча была исключительно тяжелая. А сейчас у них единая семья, они не знали друг друга ничего. Сейчас мы объединились, собираемся периодически. Весной я их увожу на природу. Такая добрая, хорошая семейка наша получилась. А в свободное от общественных забот время генерал вспоминает своих боевых друзей и горы Афганистана. Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...